Представители главстроенадзора Московской области на днях провели очередную проверку хода строительства Центра производства косметической продукции и логистики, возводимого в поселке Рыбное Дмитровского городского округа. В настоящее время на объекте проведена установка первых технологических линий производства, ведутся отделочные работы и пусконаладка инженерных систем. Мы находимся в помещении локальных очистных сооружений. Здесь идет пусконаладочная работа сейчас по очистным стокам именно производственной канализации. После монтажа комплекса этих очистных сооружений мы будем прекрасно себя по ПДК чувствовать. Это серьезные очистные у нас, поэтому у нас здесь в завершении работы пятница будет все уже завершено. То есть это внутренние очистные, они все стоки предприятия очищают? Производственные стоки, да. Они производственные. Частично после очистки возвращаются опять на замкнутый круг для производства вода, для промывки и всего прочего. А частично в твердых фракциях после выпарывания она утилизируется. Куда? Ну, утилизируется этот договор за ключием. Это твердые отходы, которые специализированная организация будет вывозить и утилизировать. Это оборудование очень эффективное. Работает, но очень аккуратно. И это специально для нашей воды после мойки. Проектом предусмотрена реконструкция существующего двухэтажного здания с надстройки третьего этажа производственного корпуса с административно-хозяйственными помещениями, а также строительство инженерного корпуса, контрольно-пропускного пункта, здания котельной и других объектов инженерной инфраструктуры. Центр производства косметической продукции и логистики предназначен для производства широкого ассортимента косметической продукции, годовой выпуск которой составит 8,5 тысяч тонн. Линии готовы все. Здесь это производственная зона второго этажа. Здесь, в общем-то, происходит ингредиенты, компонуются и в соотношении смешиваются. А дальше уже на первом этаже, там уже идет фасовка через эту линию. Дальше будет увеличение числа производственных линий? Да, дальше будет увеличение. Это первая линия, которую сейчас мы в конце августа запускаем. И параллельно пойдет монтаж уже остальных линий, которые будут сюда устанавливаться, прибывать. Сколько их будет? Ну, предварительно пока будут две линии на выходе продукции, на упаковке. Вот. Но это вот на первый этап после пуска эксплуатации. Производство в Долгопрудном будет закрываться, да? Ну, производство переедет сюда, да. Полностью? После ввода первой очереди объекта в эксплуатацию будет обеспечено 172 новых рабочих мест в смену. На новом предприятии требуются такие специалисты, как аппаратчик косметического производства, механик-наладчик косметического оборудования, оператор дозирующего устройства, химик-технолог косметической продукции, комплектовщик, менеджер склада, системный администратор и ряд других. На сегодняшний день застройщикам подано извещение об окончании строительства объекта и назначена итоговая проверка, которая осуществляется комплексно, с проверкой всех систем, инженерных сооружений, конструкций и так далее. С привлечением специалистов из главного управления главы строенадзора на каждые инженерные системы проверяют индивидуально пожарную безопасность, выполнение противопожарных мероприятий. Ну и, соответственно, наш территориальный отдел тоже весь конструктив смотрит на соответствие проекту и обязательным требованиям. Серьезные замечания есть? Ну, замечания не сказать, что серьезные. Все они являются просто отклонениями от первоначального проекта, которые решения принимались в ходе строительства. На сегодняшний день просто стоит вопрос о приведении в соответствие проекта, то есть принятым решением где-то в проектную документацию подправляется, исполнительная документация приводится в полное соответствие. Центр производства косметической продукции и логистики размещается на земельном участке площадью почти 5 гектаров. На предприятии будет выпускаться большой ассортимент косметической продукции высокого качества. Шампуни, бальзамы, косметика для волос, кремы, гели, пены для ванн, жидкое мыло и тому подобное. Современное импортное оборудование с многократной системой контроля качества производимой продукции позволит выпускать инновационную нано-косметику. Косметику без парабенов, безопасные косметические средства для детей, органическую и натуральную косметику с сертификатом «Биорус». Строительство завода осуществляется за счет собственных средств. Застройщиком выступает компания «ГЕК». Планируемый срок завершения строительных работ первого этапа – третий квартал 2018 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...